девочки мальчики привет мои дорогие сегодня у нас 8 и февраля февраля погодите сегодня 8 февраля и сегодня день когда я иду опять лазером снимать свои брови потому что брови мои все равно двойные и сегодня третий раз я плачу 200 долларов и того уже 600 я и стратила на удаление бровей искала подешевле брови те кто не знает да чтоб подешевле заплатить последний раз я заплатила 150 долларов не сделали брови конечно в половину виновата я конечно просила брови повыше получились у меня они двойные потом они посинели вот это не моя вина уже потому что мне женщина сказала что брови будут коричневые они у меня стали синие такие как зайти на зоне колют такие вот знаете наколки синие вот у меня были такие брови поэтому конечно я не смогла больше терпеть и начала их удалять удалила в два раза уже и сейчас у меня вот таком состоянии брови и в общем-то очень хочется их быстрее удалить чтобы просто не было этой красноты я вообще думала что краснота это то что мне сожгли лазером и все ждала когда ожоги сойдут оказалось это все еще краска которая как бы красная и ее надо тоже удалять поэтому сегодня я буду намазывать кремом который купила у них этот крем должен час лежать на бровях по моему даже 90 минут полтора часа а вот для того чтобы ничего не чувствовать при вот этому удалил удаление лазером потому что это говорят больно но я ничего не чувствую так как вот этот крем очень хорошо действует я сейчас вам покажу кстати этот крем как он может кому надо я не знаю потому что прошлый раз я показывала мне говорили наташа пришли картинку этого крема поэтому обязательно покажу сейчас вам и в общем-то едем с вами удалять брови сегодня вот такой у нас день так дорогие мои вот этот крем видите написано татус и в общем то вот он вот так выглядит я не знаю показываю вам если что вы можете вы можете остановить видео да и посмотреть и сделать скриншот чтобы вы видели здесь у меня ничего не написано вот здесь если надо вам что-то вот такой вот крем он просто обалденный на самом деле вот самая настоящая заморозка я ничего вообще не чувствовала когда мне два раза уже выводили брови лазером всем советую вам такой крем если вы можете купить короче девочки и мальчики просидела на прямом эфире опаздываю я правда им позвонила они говорят не переживайте мы примем вас намазываю этим кремом брови почему-то он у меня блин покраснел этот краска это уже еду думаю тем ли я намазала хотя трогаю брови ничего не чувствую но почему у меня оно красное ну то есть как как будто по знаете как будто покраска который брови красят не знаю я надеюсь что смоется у меня в общем еду как как клоун какой-то честное слово не знаю смоется не смоется ой вообще не знаю что это такое со мной приехала я надеюсь что это все таки последний раз я иду я нахожусь в таком городишке называется болдын парк очень симпатичное место очень красиво здесь в общем то я очень люблю сюда приезжать если бы не на брови а так погулять так мне еще надо найти какую сторону бежать какую сторону идти я конечно в этот раз припарковалась не с этой стороны поэтому я даже не узнала место надо же почему припарковалась не здесь ну ладно так где этот наш центр лейзер сэнтера форуэнта как хорошо что они меня примут надо же сидеть на прямом эфире говорит что поеду брови делать вот что значит часов нет на кухне часы остановились поэтому я не видела время вот он эти вот лейзер сэнтера форуэнда заходим 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 я опоздала в офисе в предбатнике офиса сказали посидеть подождать настоящие свечечки кофе если вы хотите попить девочки так такие он ведь этот что делает если у вас морщины на шее всего выберут но не сильно пробленно вот видите как безоперабельно не знаю насколько хватает оказывается этот крем именно так и должен быть а я же раньше пакетиком накладывал пакетик поэтому я как-то не видела оказывается все смоется пришла в кабинет пришла в кабинет и в общем-то сейчас лягу сюда и не знаю видите вы что-то или нет разрешили снимать будем снимать мое Я не чувствую ничего. Да, это хорошо. Я не знаю. Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 называется Аквафор. И он мне сейчас нанес, но он говорит, старайся, чтобы лучше не наносить. Господи, я так как альбинос. Божечки мои. Идем в машину. Сказал, под солнце лучше не попадать. Я говорю, а как же я пойду к машине? Он говорит, ну к машине-то можно пойти? Но говорит, не выходить на солнце на долгий-долгий срок. Поэтому сейчас в машину и в тень. Брава! Бровями не червлёна, а бровями белёна теперь я. Кстати, я же начала держать камеру. Я лежала и говорю, сейчас буду вас держать, и я думаю, сейчас буду снимать, пока он мне брови-то удаляет. А он мне объяснил, если вы хотите лишиться телефона, то снимайте. Оказывается, они мне сейчас другим лазером выводили. Он говорит, тот лазер, который был до этого, можно снимать было. Мы и снимали. А он говорит, а этот лазер, который выводит красноту, он настолько, говорит, яркий, что ваша камера просто испортится тут же и всё. У нас, говорит, мы три телефона потеряли, пока снимали, потом поняли, от чего. И правда, он мне закрыл глаза сначала тряпочкой, потом вот этими железными такими заслонками. И я всё равно видела вот эту вот яркость, пока он не удалял. И у него какие-то очки там, я не знаю, какой толщины чёрные. Поэтому он говорит, ну и мне пришлось отложить телефон. Хорошо, что сказала так бы. Потеряла бы я свой четырнадцатый телефончик. Я не могу привыкнуть, что у меня такие белые брови. Но они, он говорит, пройдут, конечно, это белое, это сейчас просто после. Да, я всё не могу понять, как это вот мы все вот так вот, мы все так делаем. Мы ищем, что подешевле. А потом мы понимаем, что дешево заплатил, значит, вот и плати потом три раза дороже. Вот что со мной произошло. Я могла за тысячу сделать вообще эти брови, и то было бы дешевле, чем я сделала брови за 150. И сейчас уже три раза по 200. И он сказал, ещё надо будет, да? Господи, боже мой. Никак жизнь-то не научит ведь, а? О! Пришла домой. Сейчас пока ехала, разговариваю с Оксаной, и решили мы вчетвером с Игорем, с Винсентом, Оксаной, я пойти в немецкий ресторанчик. Пойду прям вот так. Вы думаете, что? Буду переживать, что у меня брови вот такие? Нет. Пойду. Винсент тоже обрадовался, говорит, тоже дома надоело сидеть. Пойдём сходим куда-нибудь. Поэтому мы с вами сегодня отправляемся в немецкий ресторан в городе Санфорд. Шикарный ресторан. Ну, шикарный чем? Он не то, что там белый скатерть или что-то. Там очень хорошая еда. Там интересно поют эти дядечки. Я была как-то показывала, я не знаю, кто видел, тот видел, кто не видел. Покажу сегодня. Так, немножко покажу. Ну вот, пойду вот так. Вот так вот, как вот я. Вот так вот, вот так. Так я и пойду. У нас так в рестораны ходят. Ни на каблуках, ни в бальных платьях, ни с брошками на груди и ни с терёжками в ушах. Просто пойдём покушать, пообщаться. Да. Ну, что делать, девочки? Как эта женщина в Телеграме сказала? Пока, значит, люди добрые верят в фальконы, она их обманывает. Выглядит она ужасно. Обман. Везде обман. Что делать?